С одной стороны есть явная некая такая стабилизация, связанная с тем, что паника устранена. Но это не должно нас успокаивать, потому что, с одной стороны, нет паники октября месяца, когда люди просто хаотично вынимали, прятали, меняли деньги. Но зато сейчас есть другие уже риски, и мы это ожидали и предупреждали об этом. Риски, когда идет действительно отсутствие кредитования, создает проблемы для производства и начинает сокращаться производство. Это за собой тянет просто приостановку ряда отраслей. Это серьезные увольнения. И, в принципе, на финансовый рынок это может вернуться второй волной уже к концу первого квартала будущего года. То есть, есть явные позитивные признаки и есть явные накапливаемые риски. Позитив, он не только то, что мы сняли панику и то, что приняло правительство и Центральный банк. Вообще, это очень серьезный шаг вперед по части развития финансового рынка, потому что до сих пор рефинансирования, как такового, у нас почти не было. И сколько мы не орали о том, что без рефинансирования, даже в таком зачехленном состоянии, в состоянии готовности, если вдруг будет острая необходимость, они должны быть, эти инструменты, нас не слушали. Когда шарахнуло по голове в сентябре, то в течение октября эти инструменты типа беззалогового аукциона, хотя на самом деле это не аукционом надо было делать, а просто беззалогово рефинансировать банки. Но тем не менее, не вдаваясь в детали, беззалоговые аукционы Центрального банка, они существенным образом подкрепили ликвидность. Позитив, но в то же время они подкрепили именно ликвидность, но не дали долгосрочного ресурса, и поэтому банки с вкладчиками смогли расплатиться и вкладчиков смогли успокоить, а выдавать кредиты пока еще не выдают. Межбанковский рынок пока не ожил, хотя уже инструменты гарантирования межбанковского рынка, выделения десятка или нескольких десятков банков, которым Центральный банк будет выдавать ресурс под свою гарантию на межбанк, и они будут в свою очередь составлять списки банков, которым они готовы давать с риском под гарантией 90% Центрального банка и 10% свою, готовы давать межбанки. Вот этот механизм, скорее всего, будет запущен, но это все, опять же, пока только в стадии реализации. А все эти вещи надо было реализовывать вообще, как только произошло 16 сентября, как только рынок залихорадил, надо было быстро делать, чтобы избежать возможной вот этой волны паники и избежать волны второй паники, когда люди бросились валюту обменивать и под матрас утаскивать.